Дальняя дистанция Работа на дальней дистанции отличается достаточно сложностью подготовки Удары летят достаточно прицельно и в большем разгоне Дальнюю дистанцию отличает тщательная подготовка в любой атаке Когда мы стоим, с партнером нам обязательно подготовьте удары Если я просто пойду в лугу, меня противник просто в контратаке Я обязательно беру этот раскачив Бросаю удары и ставлю на дальнюю дистанцию Подойти к вам разговаривать Соответственно для дальней дистанции очень важно движение в ногах Мы не стоим просто на месте, а можем постоянно двигаться Раскачиваем, бегом и проводим И вот такие движения в ногах являются основами Движения и действия на дальней дистанции Помимо этого момента на дальней дистанции очень причастны Приходится использовать джем Джем как с точки зрения прицеля Так и начало развить любой комбинации Потому что при ударе левой руки мы не так сильно раскрываемся Левая рука при стыксномении с противником Дает нам возможность подготовить последующую усилию для атаки Сразу вижу основные ошибки, которые запускают повсюду на дальнюю дистанцию При работе, например, в серии мы очень часто провалились на переднюю ногу Если у нас голова переходит примерно передним коленом То есть здесь, в этом положении, мы оказываемся визуим по удару противника И для того, чтобы идти назад, нам нужно сначала вынимать стрелы назад в среднее положение А потом только оттуда уйти Поэтому при работе Четко здесь необходимо контролировать позицию положения переднего колена Чтобы голова не пересекала довольно двигаться Второе, ошибкой работы на дальней дистанции является выход из дистанции Например, когда я наношу дворочку Левую руку на правую противника не отгоняет удары И я ухожу настолько далеко, что я ухожу вообще за пределы дальней дистанции Это тоже является системной ошибкой И для того, чтобы вернуться обратно, мне опять нужно будет использовать различные действия Чтобы дойти к понятным соперям Поэтому при работе, например, я бы очень вернул На правую противника должен сразу находиться в позиции дальней дистанции Я должен находиться на таком расстоянии, чтобы я могла достать противника в движении А мне не приходилось делать несколько шагов под шагом Следующий момент работы на дальней дистанции Который мы хотим сейчас показать Например, работа по номерам Я начал работать первым номером Бластические варианты упражнения Например, я выставил противника на контратаку двоечка Я его управляю Раз, два, противник контратакует И я вверх и он в правую прямую Буду работать первым номером Мы попробуем сейчас сделать работу второго номера Я буду атаковать первым номером с дальней дистанцией И Дмитрий после правого будет меня контратаковать Раз, два, три И здесь пошла контратака в полке Раз, два, три Опа, отсюда контратака пошла Вот работа на дальней дистанции второго номера Помимо этих моментов, очень важно на дальней дистанции использование ударов в корпус Очень часто, когда мы боксируем на дальней дистанции Мы можем пропасть в голову противника Достаточно важно дать длинный удар в корпус Во-первых, корпус легче достать Во-вторых, попадает в корпус и вызывает несколько дыхание противника И уже заступившись за корпус Почувствовать немножко здесь уверенность на себя Мы можем подниматься и переводить удар на голову То же самое справа И мы достали отсюда И привели левую панаку Теперь немножко об отработках Какие мы делаем для наработки дальней дистанции Ну, классический вариант И является челночное перемещение И здесь мы рекомендуем использовать такой вариант Например, с левой рукой или с правой По переменам, первый номер набросает Второй крючок или подстарт Мы моментально отвечаем И все те же самые И идет такая вот позиционная работа Мы работаем с определенным навыком Работаем именно на дистанции Когда здесь можно включиться Двигаться Противник выбирает свою защиту Вот такой первый вариант отработки Второй вариант отработки Для того, чтобы формировать правильное движение Первый номер остается Работать также левый рукой А второй начинает делать защитное движение То есть теперь я комбинирую Я начинаю делать пальмин подставок Оттяжки, ломные и не контр-таку противника Выглядит примерно так В этом я все время стараюсь Находиться в дистанции Не разрывать вот до такого момента Все время дистанции Следующая важная работа Я начинаю протоковать То есть противник начинает вносить удар Я смотрю, куда он попадает Начинаю провалить раскачиваем на ногах И контр-такуливым ударом Следующая четвертая работа Которая уже заканчивается Угрованием боевого умышления В основных моментах Это уже работа с повторной контр-атакой Когда я протокирую Надо начинать атаку Я проваливаю Я проваливаю Обнимаю И во втором этапе Я еще раз выхожу Здесь дистанция Все это находится Все это я делал на дальней дистанции Посмотрела Куда попадает Проваливаю И так далее Это вот С одной такой Скажем Наслойной для работки Дистанцию Начинаю провалить Начинающих портюров Определенные Болгарькие стереотипы Мышления Основными вариантами Отработки Дальней дистанции На снарядах Является работа На грушах С вольтяжки Здесь Достаточно важное движение Противника И этапное Разручивание Тех элементов Которые входят На дальней дистанции Сейчас Дмитрий продемонстрирует Работу сначала Елой Передней рукой Поддерживает Немножко пневматическую группу В лучшем лажере И потом Мы потихонечку Наращиваем В атаку Будем добавлять Прямую Тройку Видите И так далее А теперь Будет проводиться На дальней дистанции На дальней дистанции Для работы На дальней дистанции Очень важно Чтобы упасть И не выбиться Из него И как раз Работа на такого снаряда Нам позволяет Работать Такой вариант Боксированный Следующим важным Снарядом Для отработки Дальней дистанции И является Мешок Сейчас я буду Изменять Расстояние Соперника До Удара До Боксера И Боксер Постарается Держать Соперника Все время На дальней дистанции Очень эффективное упражнение Для работы Дистанции Поехали Сначала Раскачиваем Задача боксера Выбежать На дальней дистанции Хорошо Спасибо Третьим важным упражнением Для работы Дистанции Держать Большиня Движения И Движения Дальней дистанции Не так Важна Движения 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 Тоже самое делаем с движением. Также я могу двигаться в разные стороны. Давайте фактируем движение постоянно на дистанции. Хорошо, спасибо. Итак, сегодня мы рассмотрели работу на дальней дистанции. Еще раз в качестве резюме основные моменты. Во-первых, хочу сказать, что помимо классных упражнений очень важно отрабатывать дальнюю дистанцию при боксировании с двумя соперами. Это достаточно сложное упражнение. Здесь боксеры по высокому уровню должны работать в таком варианте отработки. Когда один соперник работает против него, работают два боксера. Здесь на средней на ближней дистанции боксировать в принципе не получится. Поэтому здесь в любом случае боксеры держат дальнюю дистанцию. И еще раз основные моменты. Значит, работа на дальней дистанции. Тщательная подготовка атаки первая. Контроль за действием противника. Контроль за своей дистанцией, чтобы не выходить из него. Следующий момент. Это при работе мы не проваливаемся из-за линии переднего колена. И стараемся повторять атаки для того, чтобы постоянно держать дистанцию. В том числе работая на оттяжках и работая на отходе. Здесь тоже очень важно приближать дальнюю дистанцию. В целом, это дальнюю дистанцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова